Александр Сабиров занимается изготовлением домиков для птиц и прочих деревянных конструкций ручной работы более шести лет. Говорят, таких мастеров, как он, на весь полуторамиллионный город осталось всего несколько человек. Заказы на скворечники поступают к нему со всего мегаполиса. Чтобы добиться этого, пришлось прочитать немало книг по орнитологии и самому в каком-то смысле стать специалистом по птицам. Птицы, поскольку очень прихотливые существа, нужно, чтобы именно не только снаружи он был красив, но еще, чтобы было все внутри правильно сделано. Потому что если скворечник будет сделан неправильно, птицы в нем, скорее всего, и не поселятся. Сейчас Александр уже сам дает советы начинающим любителям птиц. Сами теперь пишем статьи, поскольку уже занимаемся шесть лет, пишем о том, как правильно кормить, как правильно вешать, ну, естественно, как правильно это все изготавливать. Изготовление деревянных изделий вовсе не такое простое занятие. И сложности часто связаны не с мастерством того или иного человека, а с наличием необходимых материалов. Сам процесс изготовления вот этой доски, это надо заказывать, это надо сушить, потому что кто-то делает из сырой доски, а это неправильно, он в итоге потом трескается, и в итоге изделие уже негодное. То есть вот в этом и есть самая первая проблема. Особого богатства на деревянных изделиях в нашем городе не заработаешь. Бывает, что заказов вовсе нет. Случается, что один-два в день поступают. А вот недостатка восторга и восхищения со стороны других людей изделия Александра не испытывают. Детям это очень интересно, даже не только детям, как бы взрослым. Взрослые покупают для своих детей в разборном виде и вместе с детьми собирают, тем самым приучая детей хоть к какому-то труду. Что ж, вполне возможно, что со временем изделия Александра и ему подобных мастеров и составят конкуренцию всевозможным лего. И развивают мышление не хуже любого конструктора. И к труду приучают лучше разных уроков в школах. Главное – донести свои изделия до покупателей и наладить масштабное производство. А вот с этим у нас в стране и регионе обычно постоянные и многочисленные трудности.